Кора Антарова. Две жизни. Об авторе. Две жизни – оккультный роман, который впервые вышел в свет спустя почти 35 лет после смерти автора. Этот уникальный текст принадлежит Перу Конкордии Евгеньевны Антаровой, одной из тех самоотверженных русских женщин, чья жизнь была служением искусству и знанию. Кора, Конкордия Евгеньевна Антарова, родилась 13 апреля 1886 года, когда только занимался Серебряный век русской культуры, когда разительно менялось общество и философия. Природа щедро наделила юную девушку талантами. Ее прекрасная контральта поражала и притягивала к себе слушателей. Кора Антарова пела в церковном хоре. С 1901 года училась на Бестужевских высших женских курсах, параллельно посещая Петербургскую консерваторию, где брала уроки у Ипполита Петровича Прянишникова. В 1907 году она успешно проходит прослушивание и становится солисткой Мариинского театра, а уже с 1908 года ее принимают в труппу Большого театра. Именно в этой колыбели музыки Кора Антарова проработала почти 30 лет. Огромную роль в жизни юной певицы сыграла встреча с Константином Сергеевичем Станиславским, который в течение нескольких лет преподавал актерское мастерство в музыкальной студии Большого театра. Только Кора Антарова кропотливо вела стенографическую запись всех занятий гениального режиссера, который потом опубликовала в отдельной книге «Беседы» Константина Сергеевича Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 годах. Впервые книга увидела свет в 1939 году и выдержала несколько изданий, став настольной не для одного поколения актеров и режиссеров. Свою книгу «Две жизни» Кора Антарова писала во время Второй мировой войны посредством яснослышания, общения с настоящим автором текста, источником единой истины. Жизнеописание основных героев романа построено так, что вполне дает читателю возможность догадаться о скрытых за ними реальных прообразах. Сопоставление их биографий с судьбами героев в книге позволяет прочувствовать действия закона кармы, значение настоящих и будущих духовных накоплений, которые определяют приверженность каждого человека высшим идеалам. Книга хорошо показывает, как таинство раскрытия духовных сил человека может происходить среди естественных жизненных испытаний, подтверждая тем самым героику ежедневного труда ученика, самоотверженно познающего единую истину. Книга «Две жизни» не была издана при жизни Коры Евгеньевны и увидела свет только в 1993 году. После смерти Антаровой рукопись долгое время хранилась у ее духовной ученицы Елены Федоровны Тер-Арутюновой. Елена Федоровна никогда не теряла надежды на опубликование рукописи и активно знакомилась с текстом тех, в ком чувствовала в ней интерес. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что этой книгой даже до публикации зачитывалось не одно поколение читателей. Часть первая. Том первый. Глава первая. У моего брата. События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно минувшим дням, к моей далекой юности. Уже больше двух десятков лет зовут меня дедушкой, но я совсем не ощущаю себя старым. Мой внешний облик, заставляющий уступать мне место, поднимать оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что я конфужусь всякий раз, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде. Было мне лет двадцать, когда я приехал в среднеазиатский большой торговый город погостить к брату, капитану эмского полка. Жара, ясное синее небо, да то ли мною невиданное, широкие улицы с тенистыми аллеями из высочайших развесистых деревьев посередине поразили меня своей тишиной. Изредка проедет шагом на осле купец на базар, пройдет группа женщин, укутанных в черные сетки и белые или темные покрывала, подобно плащу, скрадывающие формы тела. Улица, на которой жил брат, была не из главных. От базара далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом, жил в нем один со своим денщиком и пользовался лишь двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в мое распоряжение. Окна одной из комнат брата выходили на улицу, туда же смотрели два окна той комнаты, что я облюбовал себе как спальню и которая носила громкое название «зал». Брат мой был человеком очень образованным. Стены комнат снизу доверху были заставлены полками и шкафами с книгами. Библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке и, судя по каталогу, составленному братом, обещала много радости в новой для меня уединенной жизни. В первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям. Временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрестках. В толпе снующей, говорливой, пестро одетой в разноцветные халаты, я словно бы оказался в Багдаде и все воображал, что где-то совсем рядом проходит Аладдин с волшебной своей лампой или бродит никем неузнаваемый Гарун-аль-Рашид. И восточные люди с их величавым спокойствием, или же наоборот, повышенной экзальтированностью, казались мне загадочными и манящими. Однажды, бродя рассеянно от лавки к лавке, я вздрогнул, как от удара электрического тока, и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели совершенно черные глаза очень высокого, средних лет человека, с густой короткой черной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и его синие, почти фиолетовые глаза также пристально разглядывали меня. Высокий брюнет и юноша оба были в белых челмах и пестрых шелковых халатах. Их осанка и манеры резко отличались от всего окружающего. Многие из прохожих подобострастно им кланились. Оба они уже давно двинулись к выходу, а я все стоял, как завороженный, не в силах победить впечатления от этих чудесных глаз. Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот самый момент, когда столь поразившие меня незнакомцы уже были в пролетке и отъезжали от базара. Молодой сидел с моей стороны. Оглянувшись, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла все. Я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах. «Кто бы это мог быть?» — думал я, возвращаясь туда, где их встретил. Я несколько раз прошел мимо лавки и, наконец, решился спросить хозяина. «Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?» «Люди? Люди много ходила сегодня мой лавка», — хитро улыбаясь, сказал он. «Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий черный люди». «Да-да», — поспешил я согласиться. «Я видел высокого брюнета и с ним красавца-юношу. Кто они такие?» «Они наши большой богатые помещики. Виноградники. Ой, я виноградник. Большой торговли ведет с Англии». «Но как же его зовут?» — продолжал я. «Ой, ля!» — засмеялся хозяин. «Вся горишь, знакомиться хочешь? Он Мохаммед Али, а молодой Махмуд Али. Вот как? Оба Магометы? Нет-нет, Мохаммед — только дядя, а племянник Махмуд. «Они здесь живут?» — продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и соображая, что бы такое купить, чтобы только выиграть время и выведать еще что-нибудь о поразивших меня незнакомцах. «Что смотришь? Халат хочешь?» — подметив мой парящий взгляд, спросил хозяин. «Да, да», — обрадовался я предлогу. «Покажите, пожалуйста, мне халат. Я хочу сделать подарок брату». «А кто твой брат? Какой ему вкус?» Я понятия не имел, какие халаты могут нравиться брату, так как ни в чем другом, как в кителе или пижаме, пока еще не видел его. «Мой брат капитан Те», — сказал я. «Капитан Те!» — скричал с восточным азартом купец. «Я его хорошо знай. Ему уже есть семь халатов. На что ему еще?» Я был смущен, но, скрыв свое замешательство, храбро сказал. Он их все раздарил. «Вот как!» — наверное, друзьям в Петербурге посылал. «Хороший халат и покупал». «Вот смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать. «Ой, я халат!» И купец достал из-под прилавка чудесный розового тона халат с серовато-лиловыми матовыми разводами. «Такой мне не подойдет», — сказал я. Купец весело рассмеялся. «Конечно, не подойдет. Это женская халат. Я тебе дам вот, синий». И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пестроват, но тон его, теплый и мягкий, мог понравиться брату. «Не бойся, бери. Я всех знаю. Твой брат — приятель Али Мохаммед. Мы не можем продавать его приятелю плохо. Твой брат — хороший человек. Сам Али Мохаммед его почитает». «Да кто же он, этот Али?» «Я же сказал, — большая, важная купец. Персия торгует, и Россия тоже», — ответил хозяин. «Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, ученый», — возразил я. «Ой, я ученый. Ученый он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже большой ученый». «А где живет Али, вы не знаете?» Купец бесцеремонно ударил меня по плечу и сказал. «Ты, видать, здесь мало живешь. Али дом, напротив твой брат дом». «Напротив дома брата очень большой сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там всегда мертвая тишина, и даже ворота никогда не открываются», — сказал я. «Тишина-то тишина, а вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмуд. Будет сговор, пойдет замуж. Если ты сказал, Али Махмуд красавец, ой, я...» Сестра — звезда с неба. «Косы до пола, а глаза, ух!» Купец развел руками и даже захлебнулся. «Как же вы могли видеть ее? Ведь по вашему закону покрывало нельзя снимать перед мужчинами. Улица нельзя. У нас и в дом нельзя. А у Али Махмуд все женщины дома ходят открыто. Мула много раз говорил, да перестал. Али сказал, уеду. Но Мула и молчит пока. Я простился с купцом. Взял покупку и пошел домой. Шел я долго. Где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом отыскал наконец свою улицу. Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки. И я не мог решить, какие же у нее глаза. Черные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата. Я шел, глядя под ноги, и внезапно услыхал. «Левушка, да где же ты пропадал? Я уже собирался было тебя искать». Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы, а еще яркие, красиво очерченные губы, золотые вьющиеся волосы, темные брови. Я впервые разглядел, как красив он, мой брат. Я гордился и восхищался им всегда, а сейчас точно маленький, ни с того ни с сего, бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат. «Это тебе халат, а твой Али причиной, что я совсем оторопел и заблудился», — сказал я со смехом. «Какой халат? Какой Али?» — с удивлением спросил брат. «Халат номер восемь, который я тебе купил в подарок. А Али номер один, твой друг», — ответил я, все продолжая смеяться. «Ты напоминаешь маленького упрямца Левушку, который любил всех озадачивать. Вижу, что любовь к загадкам все еще жива в тебе», — улыбаясь своей широкой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат. «Ну, пойдем в дом, не век же нам стоять тут. Хотя никого и нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком из-за края занавески на нас не смотрит любопытный девичий глаз». Мы двинулись было домой, но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт. «Подожди», — сказал он, — «едут». Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца из торговых рядов, жил Али Мохаммед. «Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное», — сказал мне брат. «Только стой так, чтобы нас не было видно ни из дома, ни со стороны дороги». Мы стояли за огромным деревом, где могли бы укрыться еще два-три человека. Теперь уже и я различал топот нескольких лошадей и шум колес на мягкой, немощенной дороге. Через несколько минут распахнулись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядевшись, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании. Первой шла простая телега. В ней сидели две укутанные женские фигуры и трое детей. Все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук. Вслед за ними, в какой-то старой бричке, ехал старик с двумя элегантными чемоданами. И, наконец, на довольно большом расстоянии, очевидно оберегаясь от дорожной пыли, двигался экипаж, который пока нельзя было рассмотреть. Между тем телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду. «Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили», — шепнул мне брат. Экипаж приближался. Это была изящная пролетка, запряженная прекрасным вороным конем, и в ней сидели две женщины с закрытыми черной сеткой лицами. Из ворот дома вышел Али Мохаммед, весь в белом, и за ним в такой же длинной белой одежде Али Махмуд. Глаза Али Старшего, почудилась мне, пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило. Я прикоснулся к брату, желая сказать «Мы открыты», но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж. Еще через мгновение Али Старший подошел к экипажу, и маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Я видел женщин, признанных красавиц, на сцене и в жизни, но сейчас впервые понял, что такое женская красота. Другая фигура что-то визгливо выговаривала Али старческим голосом, а девушка смущенно улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало, но Али сам небрежно сбросил его ей на плечи, и к великому негодованию старухи на свет показались темные кольца непослушных волос. Не обращая внимания на визгливые выговоры, Али поднял бросившуюся ему на шею девушку и как ребенка понес ее в дом. Между тем Али молодой почтительно высаживала все еще ворчавшую старуху. Серебристый смех девушки доносился из открытых ворот. Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролетка въехала в ворота, и ворота закрылись. А мы все еще стояли, забыв место, время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия. Обернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясен. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно, серьезно и даже сурово. Его синие глаза как-то потемнели. Это было лицо совершенно неизвестного мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму и были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию. Я не мог опомниться, все смотрел на это чужое, незнакомое мне лицо. — Ну что же, понравилась ли вам моя племянница Наль? — вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос. Я вздрогнул. От неожиданности не понял даже вопроса и увидел перед собой высоченную фигуру Али Старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение. Даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке пробежала теплая струя энергии. Я молчал. Мне казалось, что еще никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммеда, и я посмотрел на его руки. Они были белы и нежны. Точно к ним не мог пристать загар. Длинные тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми розовыми ногтями. Вся рука узкая и тонкая, артистически прекрасная, все же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту стоит Али Мохаммеду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку, и увидишь воина, разящего насмерть. Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы, и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я будто стоя заснул. — Ну, пойдем же домой, Левушка. Отчего ты не благодаришь Али Мохаммеда за приглашение? — услышал я голос брата. Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающемуся мне, высокому и стройному Али. Брат взял меня под руку, я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув на него, я снова увидел родное, близкое с детства, знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил. Привычка из детства верить опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату-отцу, как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца, и я сказал жалобным тоном. Как мне хочется спать! Как я устал! Точно прошел верст двадцать!